На содержание несовершеннолетних детей, родители которых в разводе, государство, возможно, будет выплачивать как минимум 15 тысяч рублей в месяц. Но это только в том случае, если мама и папа злостно уклоняются от уплаты алиментов. О законопроекте, внесенном в Госдуму, написала российская газета. По мнению народных избранников, невыплата алиментов после развода – это основная проблема, с которой часто сталкиваются мать и ребенок. По официальным данным, число неплательщиков увеличивается с каждым годом, и эту ситуацию необходимо исправлять. О чем еще написали газеты на этой неделе, в обзоре прессы расскажет Екатерина Машковская. Здравствуйте. Свалки отходов вокруг крупнейших российских городов растут на 235 миллионов кубометров ежегодно. Это стало реальной проблемой для экологии и здоровья людей, пишут аргументы недели. Президент прописал стране реформу мусорной отрасли, которая годами кормила местные элиты. По развитию мусорного бизнеса Россия находится на уровне стран Африки. Проведенные исследования показали, что в России всего 9 морально устаревших заводов по сжиганию или переработке отходов, плюс еще 37 мусоросортировочных. Зато свалки вокруг российских городов занимают 2000 квадратных километров и растут на 5% в год. Это две территории Москвы, заваленные чем попало. Проблема действительно назрела, необходимо решать. И президент правильно затронул эту тему, она назрела. Несмотря на то, что у нас территория большая, России, и в этом может даже наша проблема, что мы не ценим территорию. Если бы это была Япония, они уже давно все придумали. В этом отношении мы, конечно, отстали немножко в этом направлении. Считаю, что действительно надо заняться этой проблемой и решать ее кардинально. Минобранауки предлагает платить стипендию троечникам. Об этом читаем в известиях. Со следующего года у студентов-троечников может появиться шанс получать ежемесячную государственную стипендию даже в том случае, если им ставится неудовлетворительная оценка во время сессии. Специалисты уже прокомментировали это предложение. Дескать, стипендия позволит ребятам, получившим плохую отметку на экзамене, справиться, заслужив более высокий балл по профильным предметам. Я считаю, что он правильный, может быть, рассмотреть на сегодня этот момент о том, что необходимо поддерживать студентов. На сегодня много студентов, которые живут у нас в общежитиях из дальних районов, приехали в областные центры, где уровень жизни высокий. Уровень жизни студентов, вернее, наличие их средств для нормальной жизнедеятельности, конечно, тяжело им жить и работать, учиться, может быть. И поддержка в том, что будет стипендия, это хорошо. Единственное, предложил бы, может быть, по распределению градаций. Железного Феликса снова ждут на Лубянке. Об этом написала российская газета. Сейчас, как выяснили социологи, люди считают памятник все-таки просто памятником. Готовы вернуть его на прежнее место. За это проголосовали 45% россиян. Интересно, что у третий россиян Дзержинский вызывает уважение. Каждому четвертому безразлична его личность. Симпатию выразил каждый десятый, восхищение каждый двадцатый, доверяют ему 7%, а осуждают столько же. Все памятники являются вехой истории. И считаю, неправильно, когда у нас был тот период, когда просто начали крошить все памятники подряд. Это все равно история, она должна оставаться, как она ни была, хорошая или плохая. И считаю, восстановление тех памятников, которые были утеряны, надо их восстановить действительно. Пускай наши потомки знают, что это было. Сотни предпринимателей из разных стран и несколько десятков экземпляров самой современной техники. 18-я выставка «Российский лес» прошла в Вологде. На три дня областная столица превратилась в крупную международную площадку, где обсуждались проблемы лесной отрасли и заключались миллиардные контракты. За происходящим на экспозиции наблюдала Дарья Анфиногенова. Кузов здесь опрокидывается, да, то есть можно это делать в ручном варианте, да, как будет в простом. Есть вариант, что это привод стоит. Легко добраться до двигателя, да и сам кузов многофункционален. Можно разобрать и перевозить, например, бревна. По сравнению со своими соседями по выставке машина кажется игрушечной, компактной и весит всего 700 килограммов. Поэтому проходимость лучше, чем у внедорожника. И из ямы машинка может сама себя вытянуть с помощью лебедки. В лесном хозяйстве вещь нужная. Положили в кузов инструмент, пилы, чтобы на себе не доскать. Они доехали до любого участка, сделали там пропил, как правильно называется. И, пожалуйста, это для того, чтобы даже обслуживать те же машины. Можно поставить туда инструмент, доехать до Харвестера или для тренировщика, чтобы отремонтировать. Правда, пока этот американский автомобиль в Вологодских лесах не бывал. Но, возможно, появится и на вооружении у наших предпринимателей. В том числе для этого технику компания «Дилер» привезла на международную ярмарку «Российский лес», которая на этой неделе открылась в Вологде. С большим удовольствием вас приветствую здесь. На центральном месте, можно сказать, уже не выставки, а целого события «Российский лес», который в 18-й раз уже традиционно проходит здесь. Событие действительно масштабное. Во-первых, это крупный международный форум, где обсуждаются самые важные проблемы лесной отрасли. Во время многочисленных круглых столов и семинаров участники делятся опытом, строят прогнозы. Скажем, у Вологодщины в лесной сфере далеко идущие планы. Основная задача сейчас создать целостный лесопромышленный кластер. Вертикально интегрированный кластер. От заготовки до 100% глубокой переработки древесины здесь, на территории нашего региона. 4 октября мы подписали широкомасштабное государственного уровня соглашение между правительством Вологодской области и компанией «Свеза» о строительстве сульфата сололезного комбината. Участники пленарного заседания с Олегом Кувшинниковым были солидарны. По их мнению, весь лесной бизнес страны должен идти по кластерному пути. И государство должно помочь производителям подписывать кластерные соглашения. Основные моменты связаны с созданием действительно привлекательного инвестиционного климата для тех желающих, которые готовы вкладываться в лесной сектор нашей страны. Что касается инвестиционных возможностей Вологодщины, показать их также одна из целей ярмарки. Вообще, российский лес уже давно стал крупнейшей экономической площадкой для работников лесной отрасли. Ежегодно на выставке заключаются миллиардные контракты. В Вологду съезжаются специалисты не только со всей России, но и из-за рубежа. В этом году около сотни предприятий привезли свои экспонаты, чтобы представить новинки и найти партнёров. В самом русском доме всю площадку и снаружи, и внутри здания заняли информационные стенды и образцы продукции. Можно было и самому поуправлять машиной-гигантом. На тренажёрах симулятор в деталях повторяет кабину и чётко реагирует на команды водителя. Для простых зрителей аттракцион, для специалиста – точнейшее обучающее устройство. Данное обучение проводится следующим образом. Неделю мы проводим теоретическое обучение при помощи данного тренажёра. И потом неделю наши инструкторы выезжают в лес на делянку вместе с машинами заказчика. Таким образом, за две недели обучения мы можем научить в принципе оператора с нуля управлять данной техникой. Ту же технику в деле демонстрировали на площади «Революции». Вообще экспонатов на выставке несколько десятков. И экскаваторы, и автозаправщики, и подъёмники. Управлять такими – тоже мастерство. Хлеб да соль, да не из рук – искрешни манипулятора. Вологодские мастера устроили настоящее шоу для зрителей. Впрочем, это внеконкурсная программа. Ловкостью и точностью на площади «Революции» мерились лучшие из лучших операторов лесных гидроманипуляторов из разных регионов России и Украины. В первом этапе они на скорость собирали с рук. Второе задание конкурса – за 10 минут собрать двухметровую пирамиду из восьми разных деталей. Все они в разных размерах, и, соответственно, работа с ними разной степени сложности. Так, цилиндр самой небольшой высоты оценивается в 5 баллов, а установить деталь с косым скосом оценивается в 80 баллов. Чувствовать установку надо, педали управления. И, конечно, всё это строение перед конкурсом тренировался, как бы стремился к этому. Ещё одно шоу ждало Волокжан и гостей города в конце первого дня работы ярмарки. Впервые в Вологде представили так называемое «экографити». Видеоперформанс презентовали художники из Бразилии. Короткие рисованные от руки мультфильмы проецировались на здании в центре города, причём исключительно с помощью экологичных технологий. Картинка перемещалась с помощью велосипеда, не оставляя следов на стене. Таким своеобразным экоязыком зарубежные мастера рассказали о проблеме лесных пожаров и о мерах предосторожности при обращении с огнём, тема, без которой даже огромные лесные богатства Вологодчины сохранить будет трудно. На своих ногах, в инвалидной коляске или со слуховым аппаратом все мы одинаковы. Однако при этом людям с ограниченными возможностями приходится преодолевать многочисленные барьеры, чтобы жить как все. На этой неделе отмечался Международный день инвалидов. Что же означает для этих людей безбарьерная среда? Здесь дверь будет расширена, то есть она будет расширена вот отсюда, она будет уже намного шире. Здесь будет сделан специальный пандус, чтобы инвалиды могли заезжать свободно. Вот здесь будет унитаз, напротив унитаза будет сделано специальное перило. Переоборудовать туалеты, установить пандусы, специальные перила – все эти работы в 19-й школе кипят с конца ноября. На подобные ремонты в этом году из городской казны выделили порядка двух миллионов рублей. Такой же ремонт проводят и в 39-й школе. В эти учебные заведения скоро привезут и новое оборудование, специальное для ребят с ограниченными возможностями. Куплена будет комната сенсорная для психологической разгрузки, физической разгрузки таких детей. Здесь будут стоять специализированные компьютерные столы, потом специализированное технологическое оборудование для этих детей. Оборудование для детей не только с ограниченной двигательной активностью, но и слабослышащих, слабовидящих. На оборудование деньги выделили из бюджета областного. Так было и в прошлом году. Тогда для детей-инвалидов приспособили 25-ю и 40-ю школу. Учиться вместе со всеми ребятам с ограниченными возможностями хочется. По словам родителей этих детей, именно общение со сверстниками зачастую помогает бороться с болезнью. У Анатолия Утюгова ДЦП. Однако это не мешает ему учиться на дому, участвовать в турнирах по шахматам. Там он нашел себе друзей. Обычные детишки его понимают и на болезнь не обращают внимания. Анатолий вообще парень талантливый. Единственное – разговаривать и шевелить руками. Ему тяжеловато. Он пишет ногами. На специальной клавиатуре и сенсорной клавиатуре. И он выполняет таким образом письменные задания. Конечно, можно понять, что наши программы школьные, наши нормативы не рассчитаны на подобных детей. В таких условиях большая ответственность ложится на учителей. Чтобы принять школьников с ограниченными возможностями, им придется пройти специальное обучение. Однако трудно детям-инвалидам будет не только в учебе. Как говорят родители, пандусы и другие специальные приспособления, конечно же, важны. Однако самый главный барьер между детьми с ограниченными возможностями и обычными детьми ставят сами взрослые. Например, не желая, чтобы в одном классе с их ребенком учился ребенок-инвалид. Забывают о существовании инвалидов и на дорогах. Сегодня в этом убедились череповецкие автоинспекторы. В ходе специальной акции они проверили уличные парковки. Акция, прежде всего, направлена на привлечение внимания общественности, а самое главное – взаимоуважение на дорогах, для того, чтобы водители, обычные водители, всегда помнили и знали, что рядом с ними находятся еще и необычные водители, это водители-инвалиды. Как оказалось, места для автолюбителей-инвалидов занимают все, без зазрения совести. И это при том, что таких парковочных мест не так много. Порой автолюбители просто не обращают внимания на специальные знаки. До снега там было нарисовано, где должна стоять машина инвалида. Я знаю, что точно там не было раньше нарисовано, и поэтому я там встал. Жизнь без барьеров для людей с ограниченными возможностями – пока теория. Ведь комфортная жизнь для инвалидов – это не только пандусы и перила, но и среда, которой не всегда готова принять необычных людей. На разных частотах, на одной волне. И снова на высоте. Трансмит одержал очередную победу. На региональном этапе фестиваля «Вместе радио» служба информации заняла первое место в номинации «Новости» и второе за программу «Окружность». Договориться с людьми, съездить, записать героев, потом все это осмыслить, переработать, ужать до времени, который выделен на эту программу. Это тоже важно, чтобы не загружать, в том числе и слушателя, большим объемом информации. Хотя каждому журналисту очень жалко себя резать, очень просто жалко информации. Кажется, что все такое важное. Но все равно приходится в рамки формата себя загонять, но тем не менее оставлять самое интересное, все самое лучшее. Кстати, покоряет пьедестал почета Трансмит уже не в первый раз. В 2008 году «Новости» радиостанции заняли третье место в фестивале «Вместе радио», в 2009 взяли золото, в 2010 серебро, а в прошлом году, как и в этом, завоевали почетное первое место. Победителями не раз становились и авторские программы Трансмита. В прошлом году всех покорила радиоверсия программы «Вологодское ожерелье» Екатерины Машковской. В этом серебро досталось авторской программе Ольге Вагановой «Окружность». В этом году Вологда объявлена новогодней столицей страны. К этому событию тщательно готовятся. Продумывают, как удивить жителей и гостей города. Глава области Олег Кувшинников презентовал проект на одном из федеральных каналов. Я могу с удовольствием всем сообщить о том, что Вологда стала новогодней столицей Российской Федерации. И, конечно, для нас это большое событие. Нас увидят миллионы телезрителей, к нам приедут десятки тысяч туристов. И, конечно, главным героем всех новогодних торжеств будет Дед Мороз из Великого Устюга. Наш национальный символ, сказочный герой. И это, конечно, здорово. А инфраструктура уже готова? Сколько вы реально можете принять за время новогодних праздников? Знаете, если говорить о Великом Устюге, о родине Деда Мороза, то еще 15 лет назад там посещало в год 3000 туристов. Сейчас уже 145 тысяч. И, соответственно, инфраструктура уже готова. А задачи, которые мы ставим перед собой к 2020 году, это уже полумиллиона. Это на порядке, даже не в разы, а на порядке изменений. Ну и, соответственно, это приносит в региональную казну, я так понимаю, в виде всех возможностей. 4% в региональной продукции. Вы считали, да. Мы уже посчитали. Вот это бренд. А на Рождество в Череповце оживут куклы маленького Христа, Марии, Иосифа и злого царя Ирода. В городе Мталургов пройдет фестиваль «Рождественский вертеп». Легенду о рождении Иисуса в своих постановках расскажут как профессионалы, так и любители. Вот и снова Рождество, сил небесных торжество. В году, который предстоит нам, 2014 год, будет 20-летие вертепной жизни вообще в городе Череповце. 20 лет вертепу в Верещагинском музее. Родился он там. И этот вертеп, который родился, он дал толчок для развития вертепов многих. Рождественский вертеп – это небольшой переносной кукольный театр. Он рассказывает историю о рождении Иисуса. Традиция рождественского вертепа пришла к нам с запада. Там он появился около 200 лет назад. Люди играли вертеп, переходя из дома в дом, повторяли игру с песнями и калятками. Сам театр кукол делали своими руками. В этом году в Череповце решили возродить традицию и объединить все представления в одном фестивале – рождественский вертеп. Поднимался туман с иудейских землей. И такой разливался покой, будто вся эта ночь, как одна колыбель, материнской качалась рукой. А еще на этой неделе по народному календарю пришла настоящая зима. В старину люди говорили, что она катит по городу в белоснежных санях и рисует узоры на окнах. Эти дни показывали и погоду на предстоящие праздники. Настоящих морозов не было, а значит, если верить народным приметам, в Рождество нас ожидает достаточно теплая погода. И можно будет побольше проводить времени на свежем воздухе. Вы смотрели итоговую программу новости. В студии работали Александр Соколов и Виктория Пименова. До встречи через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова